Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. И я хочу сегодня показать, как нарисовать такой пушистый джемпер. Знаете, бывает пряжа травка, бывает махер. И хочется, чтобы вот когда ты на эскиз смотришь, у тебя сразу передавалось это впечатление. Здесь мы будем работать двумя способами. Первый способ мы будем работать непосредственно над самим эскизом и над самим контуром изделия. И мы будем работать над заливкой. Давайте это сделаем, попробуем. Я вам покажу, как это будет смотреться. В принципе, достаточно прикольно, интересно и действительно такой вот дизайн может быть актуален. Берем шаблон. Эти шаблоны у нас есть на сайте. Вы можете их скачать. Это очень удобно для рисунка. Я буду использовать его вот так. Соответственно, мне достаточно только этой части. Сейчас мы его сюда переместим. И внизу у меня можно будет создать две цвета модели моего джемпера. Блокирую слой, создаю новый, выбираю инструмент перо. Цвет контура черный. И по обводке смотрю, чтобы у меня стояла единичка и отсутствие контурной линии. Все. Теперь приближаю. И не устаю об этом напоминать, что не нужно щуриться, не нужно приближаться к экрану. Просто возьмите лупу, приблизьте тот фрагмент, с которым вы работаете. И посмотрите, что там вплоть до какого-то вот прям до точки, что вот что у меня тут происходит. Не нужно себя сильно напрягать глаза. И так они устают от работы с экраном. Это на самом деле большая проблема всех людей, которые работают с экранами. И так они устают. Я говорила про очки с фильтрами. Соответственно, тоже их классно использовать в работе. Немножко полегче. Держите дистанцию от монитора и приближайте все, что можно, чтобы не перенапрягать глаза. И, конечно, монитор лучше не меньше 17 диагональ. Иначе очень тяжело. Вот у меня знакомая, она работает. Она говорит, я сейчас сижу, смотрю маленькую форточку. То есть у нее какой-то 13 дюймов, по-моему. Просто глаза вытекают на клавиатуру к концу вечера. Это очень тяжело. Берегите себя. Глазки нужны вам для работы и вообще смотреть везде. А я, кстати, сейчас еще использую такой момент, что я книжки слушаю в аудиоформате, не читаю глазами. И это тоже облегчает нагрузку на глаза. Поэтому можете воспользоваться моим таким хитрым методом. Я покупаю книжки на Литрейсе. Просто покупаю книжки, по подписке мне неудобно и совершенно спокойно читаю. Не реклама, ничего. Просто моя личная рекомендация. Можно и в других местах их находить. Я знаю, что есть какие-то телеграм-чаты, где можно находить. Просто мне почему-то оказывается это неудобно. Мне удобнее, когда у меня в приложении все это кучкой лежит. В любой момент я могу послушать. Какие-то нужные мне книжки потом переслушать. У меня там разного рода литература есть, которая более такая творческая, есть какая-то по бизнесу, есть какая-то просто дурь для того, чтобы мозги отдохнули, когда надо какую-то глупую сказку почитать и понять, что все закончится хорошо. Жили они долго и счастливо. Поэтому разного типа. И когда мне говорят, что не понимают, ну вы же понимаете устную речь. Вы же понимаете, что вам говорят. Поэтому просто дело привычки. Люди очень неплохо воспринимают в аудиоформат. И мне, кстати, проводили проверку по поводу того, кто я визуалист, аудиал или кинестетик. И я получилась визуал кинестетик. Вот. Так что я не аудиал, но для меня это очень хорошо работает. Для вас тоже может сработать. Итак, пока я вам тут рассказываю всяческие истории. Я рисую свой джемперочек. Вы видите, что по частям рисую я только половинку. И сейчас мы закончим с детальками. Будем уже ее сливать. Здесь ничего особенного не происходит. Я просто планомерно рисую нужные мне детальки. Вот таким образом часто обозначают сбавки. Сбавки это, соответственно, когда у нас убавляется количество петелек. И имеется в виду, особенно для производителя, что этот джемпер, он должен быть вывязан, а не вырезан. Соответственно, объясняем то, что вот здесь я хочу видеть сбавки. Я их сейчас потоньше сделаю, чтобы они не так явно кидались в глаза. Что это именно должен быть подвязанный. Со сбавочками. Потому что иногда вяжут прямоугольники, потом вырезают. И эти джемпера очень быстро расползаются. Если со швом что-то случилось, то они поползли. Поэтому имейте в виду, что технологически вы тоже в эскиз закладываете те вещи, которые должны будут происходить. То есть эскиз это все-таки информационный такой момент. Помимо того, что вы делаете полноценную визуализацию вашего изделия, вы еще и закладываете технологические особенности, которые должны быть. И, соответственно, с вас это спрашивают. Ну и хороший конструктор. У меня был хороший конструктор, который меня дрюкал поначалу. Они как бы заставляют это все делать. Мне не нравится форма горловины. Вот так. Так и вот так. Соответственно, здесь еще будет видна задняя часть. Вот так. Вот. И по задней части тоже будет писемочка. Еще подвязы бывают. В общем-то много всякого разного. Конечно же, дизайнер должен владеть технологиями. Он не обязан уметь делать это руками. Ну, то есть, как бы дизайнер, это дизайнер. И он должен понимать технологические особенности, понимать то, что он рисует, как это будет воплощено в жизнь. Но, то есть, если я там трикотажник, да, это не значит, что я могу обслужить как диссинатор машину. Я не диссинатор, я не обучалась. Но полноценно общаться с диссинатором и объяснить свою задумку я в состоянии. То есть, вот такой уровень должен быть. И понимание, что эскизы, я вот тоже, когда начинала работать, у меня эскизы были мучением, я что-то не понимала, еще что-то. А сейчас, вот, как бы полное осознание того, что этим эскизом я пытаюсь, ну, показать, да, что это будет, как я хочу это видеть и зачем это будет. То есть, вот эти вот всякие технологические штучки, которые ты сюда добавляешь, это вот не просто так вот для красоты, а вот здесь галочки поставлю. Нет, а потому что я понимаю, что здесь должно быть вот так. Так, поэтому имейте в виду, что все-таки технические эскизы, это, ну, такая штучка, как для документации потом нужна будет. Так, это мы сейчас с вами тоже белым закрасим. Сразу что мы можем сделать? Мы можем выделить все инструментом зеркальное отражение, отразить половинки. Так, вот, теперь мы сейчас сольем их попарно. Окно, обработка контуров, это сливаем попарно, это сливаем попарно, вот куда все пропало. Никуда там не пропало, вон оно все лежит, просто вот эта штука вышла на передний план. Я ее сейчас, монтаж на задний план уберу, и все у меня опять на местах. Никуда у вас ничего, иллюстратор не девает, ничего не пропадает, просто он перемещает объекты внутри одного слоя и, как бы, помещает их, ну, по-другому. Ну, отцепись там, вот эта штучка, ну, это мне не нужно. Ну, что ж такое-то, какая приставучая. Вот. Так, это тоже слили, и это тоже слили. Нет, не это слили. Вот здесь тоже, смотрите, момент, нужно обязательно выбрать правильный элемент. Если вы что-то не то выбрали, то оно и слилось неправильно. Давайте проверим, здесь точки. Иногда образуется лишнее количество точек, ненужного, я бы сказала. Вот. И, соответственно, они начинают мешаться. Чтобы они не мешались, их надо поправить. Чтобы все было красиво. Здесь, по-моему, тоже лишки есть. Сейчас одну, вторую, третью. Я просто удаляю лишние точки, не более того. Так. Угу. А вот это вот для упругости линии и гладкости. Вот так вот мы все сделали. Так, а это что у нас такое вылезло? Давайте посмотрим. Какую-то лишнюю точку я, видимо, тут отчекрыжила, и она у меня улетела. Да. Ну, это легко поправляется. Добавляем точку, опускаем ее вниз, и все на местах. Вот. Теперь мы с вами сделаем заливочку для РИБа. РИБ – это то, что резинку называют по низу изделия, чтобы она у нас с вами была. Так, одна палочка с цветом, одна без цвета. Ну, и, например, мы сделаем более толстый РИБ 2-2. Что такое 2-2? Две лицевые, две изнаночные. РИБ бывает и неравномерным. Он может быть, например, 3-7. Три лицевые и 7 изнаночных. Ну, опять же, вот это, как я и говорю, это технологический аспект, который вы все равно должны учитывать, и никуда вы без них не денетесь. Так, это я копирую, заливаю, ставлю на место. Вот так. Вот эту часть и вот эту. Нет, вот, вот, вот. Горловина мне нужна. А, даже вот так. То есть у меня вместо этой штуки я удалила лишнюю точку, она получилась вот так. Ну, хорошо. Сейчас поправим. Так, поправили. Раз, два. Два. Вот эти два кусочка. О-о-о-о. Ну, слилось там или выбралось неправильно? Выбралось неправильно. Тоже у меня РИБ. Можно, конечно, горловину изгалиться и прямо ее там всю из себя такую красивую сделать. Но можно так не перепариваться. В общем, зависит от степени необходимости проработанности эскиза. Вот. У нас получился джемпер. Давайте я его сохраню, чтобы было понимание того, как выглядит до и как выглядит после. Вот он эскиз. Это просто джемпер, да, вот базовый такой. А сейчас мы сделаем джемпер лохматый. Чтобы было... Еще раз. Делаю это исключительно для того, чтобы было для сравнения, как это будет смотреться. То есть мы сейчас рисовали базовый эскиз. И естественно, естественно, что, как правило, не рисуют эскизы с нуля. Есть уже база. Крайне редко происходит так, что прям с нуля рисуют эскизы. Ну, хотя бывает, конечно, не без этого. В общем, вот эти части нам нужно с вами через эффект огрубления настроить. Сначала смотрится дико, я понимаю. Нам нужно поставить размер. Он может быть, например, 0,5. Маленький совсем. Может быть, единичка. Нужно посмотреть, как бы, что нам актуальнее. Но явно какой-то небольшой должен быть в данном случае. И насколько он будет у нас лохмат-волосатый. Тоже здесь вот можно поиграть. Смотрите, абсолютный. Вот получился очень даже неплохо. Гладкие или угловые. В зависимости от того, насколько мы хотим топорщики. Нажимаем ОК. Ну и вот смотрите, в чем разница. Даже на черно-белом эскизе уже понятно, что этот свитер гладкий, а этот свитер у нас получился с неровностями. То есть он какой-то такой весь из себя пушистенький. То есть уже изначально черно-белым эскизом. Вот мне тоже иногда спрашивают, ну как это показать. Вот на черно-белом эскизе я еще ничего, никакую заливку не показала, ничего не сделала. Уже получается разница, как это смотрится. Мы можем добавить еще дополнительно тени на эскизы, чтобы они смотрелись более, ну так, объемно-живо. Здесь тоже приблизительно принцип цилиндра, но возможно более такой неровный. Единственное, что я не советую, очень прям вот городить, очень часто любят такую жесткую делать штуку, некрасиво смотрится. Она должна быть все-таки вот такая неровность. Это приходит с опытом. Смотрите на изделие, смотрите фотографии, как это смотрится на самом изделии, как располагается тень. Не надо ее копировать. Здесь такой принцип легкого обобщения. То есть, допустим, смотря на изделие, практически всегда под мышкой вы будете видеть тень. Ну и вот этот принцип вам нужно как бы его использовать. И тень, она не должна быть какой-то супер-пупер тут вот жесткой или еще что-то. Ее задача просто подчеркнуть некоторый объем, подчеркнуть некоторые особенности. Все. Больше мы от нее ничего не ждем. Но если только это не какие-то сложные складки, которые требуют вот дополнительного там внимания. Поэтому на белом фоне можно вообще тенью очень мягкие сделать. Так, не выделилось. То есть, просто добавить вот эти тенюшки, потому что с тенями прям куча вопросов постоянно мне идет. Вот, видите, не надо ничего перемудрить. Вот они мягкие и есть, вот более-менее вот между рукой, рукавом и станом. То есть, вот в подмышке там всегда, как правило, тень есть. То есть, если мы представим, что свет где-то вот отсюда, то вот в этих местах более теневой. Не надо перемудрить тенями. Только если вы не рисуете там сложную драпировку, какую-то каждую складку, выкладываете тенью. В принципе, на эскизах это не требуется. Так, теперь мы с вами переходим к созданию заливки. Ну, соответственно, заливку я буду делать сразу квадратик. Вот. Есть такая пряжа, называется она травка. А есть пряжи, называются меланжевые. Есть пряжи, называются там спейс и так далее. То есть, когда у нас они не гладкие, а когда у нас с вами в пряже присутствует, ну, если условно говорить, какой-то дополнительный мусор. Вот. И, собственно, этот мусор мы сейчас и будем с вами изображать. Как он может, ну, выглядеть. То есть, это могут быть вкрапления какого-то определенного цвета. Ну, например, вот зеленый, а у него будут там какие-то серые вкрапления. Вот эти вкрапления, они будут как-то располагаться. Это могут быть утолщения или утонения. Это могут быть вот такого рода вкрапления. Как правило, меланж бывает там одна, двух, трех цветных. Бывает спейс дайт. Когда нитку сегментарно красят разными цветами, тогда у вас получается такой эффект слабо. То есть, там очень-очень много всяких вот этих штук. Очень красиво смотрится меланж, когда вы его рисуете вот таким способом. То есть, у вас есть два оттенка. У вас есть темный, у вас есть светлый. И вы, соответственно, прокрашиваете эти штучки. Вот у вас будет такое вот ощущение. Можно еще добавить, например, волосков. Сейчас мы этого добавим. Волоски можно добавить с помощью вот такой штучки. Поскольку я рисую маленький фрагмент, я здесь не буду никаких там аэрозолей, ничего использовать. Мне нужно именно, ну, просто немножко вот это все разобрать. Сейчас нарисую чуть светлее. Так. Вот этот цвет. Да, мне он нужен чуть светлее. Но чтобы основа не поменялась. Вот. И для этого хорошо подойдут вот такие дуги. Соответственно, мне нужен цвет. Чуть светлее. И вот какой-нибудь такой. Да, видно у меня ее. Вот. То есть, такие вот волосочки. Сейчас я их просто нарисую. Смотрите, поскольку неудобно мне будет рисовать на этом же слое, я создаю новый слой, потом туда перенесу. Вот. И вот такими волосками показываю, что здесь у меня есть такая шероховатость. То, что она у меня не выходя. Я за линию. В данном случае я сразу создаю бесшовный рапорт. Если мне потребуется, я его потом откорректирую. Вот. Но, как правило, вот так вот. То есть, линиями это все делаю. Выбираю все это вместе. Соответственно, здесь вот подстраиваю, что оно будет вот так. Выбираю теперь еще один слой. Ну, так просто удобнее. Потом мы это все сольем. Все будет на одном слое. И теперь более такими темными штучками тоже делаю такие же штуки. Вот. Они сейчас есть. Есть. Они не пропадают. Просто они более темные. Сейчас надо будет откорректировать, конечно, заливочку. Но принцип такой. Вот. Накидала туда. Так, цвет заливки. И этот цвет заливки делаем более темным. Вот. То есть, в одной гамме, такой зеленый, у меня это все получилось. Опять же, чтобы более красивая линия была, можно еще немножко наклонить. Вот. И они вот так равномерны. Если нужно, то можно Ctrl-C, Ctrl-B сдублировать. И, например, вот так вот как-то немножко его сдвинуть, перевернуть. То есть, у вас получится более густой вот этот вот волосяной покров. Поэтому я делаю на отдельных слоях, чтобы каждую вот эту часть я могла Ctrl-C, Ctrl-B, ну, использовать, соответственно, отдельно. Вот. Для меня это важно. Это нужно. Вот. Такую штучку я создала. То есть, там какие-то вот эти волосики, там какая-то штука. Все. Все вместе слои рассоединяю. Просто сгруппировать. Оно соберется у вас все на одном слое. Лишние слои убрать. И теперь вот эту штуку я закину в заливки. И здесь надо сейчас очень внимательно посмотреть, как будет смотреться заливка. Смотрите, видите, такие фрагменты. Ну, то, что не очень здорово на самом деле. И мы с вами будем сейчас ее пытаться сместить, чтобы она была такая более равномерная. Но здесь у нас проблема в том, что у нас есть с вами цвет контура. И он, конечно, нам немножко тут играет тоже роль. Сейчас мы его тоже будем двигать. Под размер, соответственно, нашей области. Так. И вот так. Вот. И получилась такая равномерная штучка. Как видите, вот. Чтобы никаких не было, вот такая равномерная штукенция. Говорим, готово. Все, она у нас сдалась. Она взяла мне и залила эту штуку. Вот. То есть мы можем просто взять и отсюда ее вытащить. Вот она. Так. Спокойно. Вот. И это заливка. Вот она ее. Можно вот так вот вытащить. Соответственно, если она нужна, да. И ее поставить, чтобы просто было понятно, где там что. Сейчас, где этот фрагмент? Вот. Еще раз разгруппировать. Нужно вытащить вот этот прямоугольничек, который вот здесь вот. Вот он. Сейчас мы его копируем. Ctrl-C. Ctrl-C. Ctrl-B. Монтаж на передний план. Убираем. И все вместе это выделяем. И обтравочная маска. Вот. Вот это непосредственно тот рапорт, который я буду использовать. Так. Теперь возвращаюсь к своему свитеру. Берем свитер. Копируем. Как видите, вот работа на слоях. Вот она вот так и выглядит. Так. И теперь мы его зальем этой заливочкой. Но, как обычно, видите, что все очень крупно. Так. Здесь есть маленький нюанс. Надо залить все. И у меня, кстати, не скопировались тени. Где мои тени? Куда-то я откатила так, что тени у меня пропали. Ну, я молодец. В общем, одним словом. Ладно. Так. Выбираем все, что белое. Заливаем зеленым. Берем инструмент вот этот вот и говорим «Окей». Сейчас еще раз. Еще раз выбираем. Еще раз инструмент. Вот. И вот теперь смотрите. Вот здесь мы уже можем с вами подобрать, насколько оно у нас будет удачно смотреться. И можно еще сделать вращение. Оно будет вот здесь. Вращение исключительно узоров для того, чтобы у него была вот какая-то такая косая история. Давайте теперь приблизим, посмотрим, как у нас смотрится джемпер. То есть видно, что какая-то мохнатая пряжа. Видно, что одна объемная. И вот так вот это все выглядит. Вот таким образом можно создавать достаточно сложные джемпера из каких-то фантазийных пряж. Притом не используя фотографии этих пряж, а формируя эти пряжи самостоятельно. Как видите, ну, как бы не смотрится она как какая-то супер там пряжа или супер какое-то переплетение. Но при применении в эскизе эффект создается правильный. И это вот то, что нужно запомнить при иллюстрации. И вы не всегда должны стопроцентно реалистично рисовать. Ваша главная задача, чтобы когда вы что-то делаете, у вас создавалось правильное ощущение от того, как это будет смотреться в эскизе. Да, и не важно, что это прямоугольничек с квадратиками и палочками, да, но он создает эффект той пряжи, которую я задумывала. В принципе, у меня в этот момент может быть в руке эта пряжа, и я буду просто, ну, как бы визуализацию делать. Это же не значит, что я должна фотографировать и доставлять. Что такой способ очень интересный. Используйте его. Я, честно, его использую в работе. И вот сейчас тоже смотрела на Coral Draw. В Coral Draw там есть еще одна такая функция. Она позволяет сразу делать меланжевый эффект. Ну, а в иллюстраторе нужно самостоятельно собрать. Ну, в принципе, если у вас собран там комплект вариантов этих пряж, то вы можете их по-любому делать и применять на трикотаж. Соответственно, ну, будет понятно. Можно еще распечатать и маленький кусочек пряжи прикрепить к эскизу, чтобы для людей было легче для понимания. На этом все. Это все, что я вам хотела сказать и показать. Пишите мне свои комментарии, что бы вы еще хотели порисовать. Какие у вас есть пожелания. А на этом все. До скорых встреч. Пока-пока. Продолжение следует.